Я на военной базе в Израиле, одной из немногих стран мира, где существует всеобщая воинская повинность. В течение нескольких дней мне предстоит проверить на себе, что значит быть солдатом. В Израиле солдатами не только становятся, но и рождаются. То, что Родину надо защищать, здесь никому объяснять не надо. Это впитывается с молоком матери. Не тройки службы в армии, значит навлечь на себя позор и сломать себе дальнейшую карьеру. Отношение к уклонистам вполне определенное. Устроиться на хорошую работу, продвинуться по службе, занять большой пост до службы в армии почти невозможно. Девушкам, чтобы не попасть в армию, достаточно просто выйти замуж. Но специально этим здесь никто не пользуется. В 17 они являются на призывной пункт, проходят медкомиссию, специальное тестирование и чаще всего в 18 встают под ругой. Все армии мира чем-то похожи. Маш-броски, стрельбы, учения. Но израильскую армию отличает то, что здесь полностью отсутствует знаменитая муштра на плацу. Автономка в стране настолько напряженная, что машировать просто некогда. В любую секунду солдат могут послать на войну. Причем как мужчины, так и женщины. Бесконечные взрывы и теракты приучили израильтян ждать опасности всегда и отовсюду. Вот почему армия постоянно готовится к войне. То, что в других странах воспринимается как обычное военное учение и отчасти игра, здесь превращается в серьезную подготовку к реальной жизни и реальной опасности. Это полигон, который имитирует обычную арабскую территорию. Слово зачистки уже хорошо знакомо нашему зрителю. Вот здесь, в этих муляжах, домах, обычных арабских домов, магазинчиках и так далее, отрабатываются те самые приемы зачистки от террористов. Никаких предубеждений против женщины в армии в Израиле не существует. Они служат в артиллерии, ПВО, на границе, в танковых и медицинских войсках. Они среди морских командос и в авиации. Они новобранцы и инструкторы, командиры и рядовые. Они составляют карты местности, наводят орудия, таскают снаряды и стреляют. Они в армии. В этом классе стоят макеты действующих самоходных пушек. Обучение проходит по классической схеме. Даже без знания языка становится понятно, что теория здесь максимально приближена к практике. Никто не сидит со скучающим видом, потому что все это может пригодиться уже завтра. Или сегодня. При месяце обучения можно пройти для того, чтобы рассказать главную команду. В иврите она звучит как «Эй, с огонь». Утром еще теория, днем уже практика. Для девушек армейские будни. Для меня курсы молодого бойца в ускоренном темпе. Как управляют пушками и гранатометами, я видела. Теперь осталось главное – почувствовать запах пороха и обнаружить цель, которую предстоит уничтожить. Это учение наводящих. Задача девочек – управлять орудиями, которые находятся за несколько километров отсюда. Одно только слово – и в действие приходит машина, несущая смерть. Эш! В плане еды армия для женщин – испытание трудно. С одной стороны, никто разносолов не обещал. А с другой – кормить солдат все равно надо. Те, кто служит больше года, на выходные отправляются домой. И потому привычны и к домашнему, и к казенным харчам. У меня же опыт с казенкой пока первый. И отношения к такой еде соответствующие. Попробуем. Боюсь, что это очень острое. Здрасте. Картошка. Боже мой, это так вредно. Раскалпляй я в этой армии. О, я здесь главная. Не могу я это есть. Всем приятного аппетита. Боже мой, как я это буду есть? На обед отводится всего 15 минут, мне надо успеть все это съесть. Попробую, хотя быстро есть. Я, честно говоря, не привыкла. Но в армии говорят, что я так делаю. Девочки, все правильно взяли салат. А я зачем-то взяла, пойми что. Но ничего, все приходит с опытом. Есть то, что хочется, а не то, что глаза первыми увидели. Вот основной принцип. Умереть с голоду в израильской армии все равно не получится. На команду покинет, то мы крутаем, а так вообще, встаньте, раньше. Нет, все-таки мы с этими девушками очень разные. Подхватила автомат, побежала радостно в строй и абсолютно счастлива. Но мне бы в голову не пришло радоваться подъему в 6 утра. И это, если нет тревоги, в марш в броскам и занятий по физподгодоске и теории военного дела. Я уже не говорю о личной жизни. Девушки утверждают, что она им не нужна и не интересна. Это в 18-то лет. Романы, правда, почему-то случаются. Комнаты, где живут ребята-призывники, находятся всего в двух минутах ходьбы от женских к пазару. Но никто этого якобы не помнит, и официально любви в армии нет. Зато есть армейский быт. В свободную минуту здесь нечищают ботинки, ходят в развалку и негромко переговариваются о своем, о девичьем. Мне же здесь как-то тоскливо. От всей этой обстановки, агит плакатов, бесконечного оружия вокруг. Скоро привыкну, наверное. В жальской армии понятий казарма не существует. Здесь есть комнаты. Каждый рассчитан на 4, максимум 5 человек. Это сразу видно, что женская. Хотя по уставу пользоваться косметикой строжайше запрещено. Мне почему-то кажется, что 90% личного состава женского пола этот пункт явно нарушает. До отбой еще где-то час. Кто-то звонит маме, кто-то пошел в ванную, кто-то слушает музыку. А я очень устала на... Время 5 утра. Подняли по тревогу, я так понимаю, что тревога. Мне, в моем организме, очень привычно. Так рано, чем роваться в ботинке. Так еще быстро я никогда не сверла. Сейчас вы спите, но я начну с меня. Все на лицо. Мое лицо, эту гадость, зачем? Время. 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 Паскировки. Ой. Вот за что я не люблю армую, видимо. Честно говоря, о фильмах я видела, что намазывают какую-то специальную глину. Наверное, какой-то определенный цвет. Должен быть зеленый или темный. Это обычная грязь. Просто вода. И вот грязь, которая под ногами намазывается. Я не знаю, получилось или нет, но в общем, у меня просто рука не поднимается, если я так изуродоваюсь. Мне так не идет армия, я хочу сказать. Все куда-то побежали, я тоже. Время нет, война. Мне кажется, на войне самое сложное, по крайней мере в армии, это марш-браски. Наверное, так называется, но я абсолютно гражданский человек и не привыкла на большие расстояния. Не то, чтобы бегать, даже ходить. Хотя вроде как мы идем, но очень быстрым шагом. Очень быстрым шагом надо преодолеть 3-5 километров. Это норма новобранца. Дальше больше. Случается, она доходит до 40 километров. Мне, правда, непонятно, кто доходит. Мне больше неудобно, чтобы прическа портится. Во-первых, в армии, во-вторых, надо все время закалывать. Кросс всего 5 километров. У меня такое ощущение, что я прошла уже все 20. По крайней мере, сил нет никаких. Ноги я сбила еще вчера, но я пройду до конца, потому что я решила все проверить на себе. Как ни странно, мой организм выдержал. Хотя на моих глазах от усталости и жары одна из девушек упала в обморок. Все-таки большие физические нагрузки женщинам явно противопоказаны. Да и жизнь в пустыне, где палящее солнце и раскаленные камни красоты не добавляет. Но это армия и это их родина, которую они принялись защищать.